Раскалённые до красна, все слышат страшные шпения, А во рту шамана не следа ожога. Шаман-кунгур слышит, как звёзды говорят, Небо звучит, как стучит секция человеческая. Ведь шаман видит и слышит то, Чего простой человек не может ни видеть, ни слышит. Однажды кунгур с сыном пришли к пещере Чашакуй, И шаман сказал, я много раз говорил с шаманами нашего клана, И знаю, что они погружаются в сон и путешествуют далеко-далеко, В то время, как тела их неподвижны. Я буду сидеть здесь в кунгуре, пока не усну и не найду богиню. Я должен либо найти её, либо умереть. Кунгур закрыл глаза, он кинулся назад, Прислонился спиной к семье пещеры. Худураж смотрел на застывшее лицо отца. Такое лицо всё же нравилось ему больше, Чем то, постоянно искажённое муками тоски и боли после смерти матери. Глаза отца неожиданно открылись, И Худураж отпрыгнул назад и вскрикнул, Что ж это мало поспал? Не дам, где надо, Кунгур поднялся. Худураж удивился, откуда ты знаешь? Откуда? Не знаю, но знаю точно. Кунгур то вставал, то садился. После десятки таких попыток, Он усеялся у стены, прислонился к ней, Закрыл глаза и замер. Только грудь его вздымалась медленно и ровно. Худураж встревожился. Он отпустился на колени около отца И стал всматриваться в его лицо. Прошло немного времени, И он заметил, что Кунгур перестал дышать. Худуражу показалось, Что будто бы и руки, и грунт, и лицо отца задвердели. Он долго сидел около шамана, чувствуя, Как нарастает тревога, Уверяя в себя в том, что Отец не может так просто умереть, сидя здесь. В конце концов, Худураж не выдержал. Протянул руку и коснулся руки отца. Тревога его переросла в страх. На ощупь рука шамана действительно казалась деревянной. А для Кунгура все было по-другому. Он сидел, не двигаясь, И думал о пережитом. Кунгура позволил своей туске скопиться в душе, Переполнить ее, опустощить. И не понял, что Тасипа скорбит о чинчи жене. Он не помнил. Закрыли он глаза. Розовый полумрак пещеры стал гуще, плотнее, превратился в туман. Только что он сидел на камне в пещере, Говорит сынов. И вот перед ним горы с ледниками Переходили в хорошие, яркие зелени долины. Озеры искрелись рябью на синей поверхности. Ринки и речушки текли в разных направлениях. После смертельных двух схваток с получеловеком драконом и шуруном Кунгуру встретил наконец-то богиню. Богиня научила его впадать в сон. Внутри сна познакомила его с добрыми и злыми духами. Показали ему их царство. Она научила его алкышу, то есть словам, которыми можно было вызвать духов. И не только их, но и тех, кто от них зависит. Если бы Кунгуру понадобилась помощь. Богиня рассказала ему обо всем, обо всех растениях, обо всех животных. О ядах и противояди. Она научила его песням, танцам и игре на музыкальных инструментах. Теперь ты знаешь, как путешествовать по царству духа. И всегда можешь прийти ко мне, попрошала господиня. Она отвернулась и исчезла в дымке. Кунгуру стало грустно. Шамана окутал туман, пронзив холодом с ног до головы. Его захолотило в возлобе. Первое, что он ощутил, приходя в себя, был холод. Второе, что он ощутил, были частые и сильные удары сердца. Такие мощные, что от них содрогалась вся грудная клетка. Постепенно страшный холод начал отступать. Сердцебенье и дыхание Кунгура стали успокаиваться. Он упал, брохнувшись спиной и затылком. Зажмурился от резкой боли, сел и оглянулся. Открыл глаза, шевелил окоченевшими конечностями и понял, что вернутся в мир живых. Теперь Шаман знал, что больше никогда мрашен не будет, потому что богиня всегда будет с ним. Кунгуру пошевелится и поразится тому, как затекло все его тело и встретится с Холурашем. «Спасибо тебе, сынок!» «Ну и шо холоднее твое сердце? Остави меня тут, знаешь, как страшно мне было! Ты ни пить, ни есть не хотел! Чуть не умолит себя, то смейте!» Кунгура смотрел себя. «Нет, он даже не похудел, и окоченевшие мышцы мало-помалу размягчаются. Он любовно улыбнулся сыном. Я тебя так благодарен, сынок, за то, что ты сберег мое тело, пока я проходил испытания. Холураш, прости меня! Уверяю тебя, теперь со мной все будет в порядке!» Они вышли из пещеры, отец и сын, и пошли по нашу пустыню. Спасибо! Аплодисменты! Аплодисменты!